Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам» 5 глава 6 стих, мы зададимся вопросом «Почему Христос умер только за нечестивых?» Давайте прочитаем этот текст и обратим внимание на тот контекст, который развивает эту мысль. «Ибо Христос» – это «Послание к римлянам» 5 глава, мы прочитаем 6 аж по 10 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им, то есть Христом, от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, то есть став друзьями Божьими, спасемся жизнью Его». Итак, апостол Павел рассуждает здесь о том, что Христос умер за нечестивых, «Ибо едва ли кто умрет за праведника». А зачем умирать за праведника? Я однажды проводил беседу на эту тему, и я сказал, что праведники не нуждаются во Христе. И один брат из Грузии, он такое гневное послание прислал, «Все нуждаются во Христе, и грешники, и праведники, и нечестивые, и святые». Проблема заключается в том, что никаких праведных нет и никогда не было. О Боге в книге Иова сказано, что он даже в ангелах усматривает недостатки. Поэтому, когда апостол Павел пишет, что Христос в определенное время умер за нечестивых и прибавляет, «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть», это сарказм, «А есть ли праведник?» «А есть ли праведник?» В наше время иногда люди задаются вопросом, «Есть ли жизнь на других планетах?» В наше время некоторые рассуждают, «А есть ли Бог на небе?» Но самый актуальный вопрос, «А есть ли человек на земле?» Человек в том смысле, каким его задумал Бог, который, сотворив мир и человека в этом мире, сказал, что все хорошо весьма. Нравственные изъяны, каверны, проблемы ставят перед нами вопрос, «А есть ли человек на земле?» Ваша праведность, как выносит приговор Библия, как запачканная одежда. И в этом же послании апостол Павел пишет, что все загрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. Христос умирает за нечестивых, то есть он умирает за всех, потому что все мы, весь род человеческий, от первого до последнего человека пребываем в состоянии нечестия и собственного греха. Но здесь апостол Павел развивает очень важную мысль. Если Христос умирает за нечестивых, когда, пребывая в нечестии, мы были врагами Бога, то теперь, когда мы примирились с Ним, кровью Его Сына, теперь тем более спасемся жизнью Его. Потому что если Он возлюбил нас, когда мы были в стране далече, как блудный Сын, который ушел от Отца и расточил все свое имение с блудницами, живя распутно, то когда мы стали возвращаться к Нему, когда мы осознали, что жизнь без Бога, она вообще лишена какого-либо смысла, тем более Он спешит к нам навстречу. И, как мы видим из этой притчи о блудном Сыне, Отец бежит навстречу к Сыну и заключает его в объятия Отче. Древнехристианский экзегет Ориген пишет, «Желая полнее показать добродетели любви, о которой апостол сказал, что она разлита в сердцах наших через Духа Святаго», он, Павел, объяснил, каким образом мы должны это понимать и научил нас, что Христос умер не за благочестивых, но за нечестивых. Ведь мы были нечестивыми, пока не обратились к Богу. И Христос, конечно, принял за нас смерть прежде, нежели мы уверовали. Без сомнения, Он не сделал бы этого, если бы не имел к нам чрезвычайную и изобильнейшую любовь. Эту любовь имеет к нам как Сам Господь наш Иисус Христос, умирающий за нечестивых, так и Бог Отец, отдающий единородного Своего Сына ради искупления многих. Итак, Сын Божий доказывает Свою любовь к нам, пребывающим в нечестии, что Он становится жертвой за наши нечестия, за наши грехи и преступления. А Отец Небесный доказывает Свою любовь к нам, что Он возлюбил нас так, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Древнехристианский экзегет Амбрасиаст, это его комментарий на послании к римлянам, писал, «Если за неверующих и врагов Божьих Христос отдал Себя смерти на определенное время, ведь на время Он умер, ибо в третий день воскрес, то насколько более Своею помощью Он защищает нас теперь, если мы уже поверили в Него. Затем Он умер за нас, чтобы нам даровать как жизнь, так и славу, потому если Он умер за врагов, то стоит подумать о том, что Он сделает за друзей». А Христос так и говорил своим ученикам. Я уже считаю вас друзьями своими. Каждый обратившийся ко Христу становится другом Божьим. «И если, когда мы были врагами Бога, когда мы наслаждались собственным нечестием, Бог Отец возлюбил нас настолько, что отдал Сына Своего, Сын добровольно стал жертвой за наши грехи и преступления, за наше нечестие, Дух Святой запечатлел действием благодати эту искупительную заслугу Христа, то как же Святая Троица радуется о пребывающих во спасение». Как и сказано было Христом, что об одном кающемся грешнике, ангелы на небесах, радуются более, чем о девяносто девяти праведных. Итак, сегодня мы рассмотрели один из таких сложных текстов Священного Писания, «Почему Христос умер только за нечестивых?» и нашли соответствующие ответы на данный вопрос. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя и молитесь за то слушание Слова, которое мы совершаем. на этом портале. Оцени, подпишись и поделись этим видео.